Масштабная авария на улице Никифорова блокировала внутридворовый проезд. В столкновении приняли участие сразу семь иномарок. Хозяйка автомобиля Chevrolet Homo направлялась по внутридворовой дороге к дому. В какой-то момент автолюбительница почувствовала, что машину несёт. Единственное, что успела сделать хозяйка Chevrolet – выжать педаль тормоза. Отъехать вниз женщина не рискнула. Совсем скоро жертвой подъёма стал автомобиль Toyota Probox. По очереди к нему присоединились грузовики Toyota Duna и Isuzu Elf, две Toyota Prado и серая Honda CR-V. По словам местных жителей, с открытием местной автостоянки привычный комфортный проезд к их жилью оказался перекрыт. Единственным шансом попасть домой стал штурм ледяного подъёма. Дороги сейчас нету нормально. Вот и вся причина. Местным жителям вот этот спутник заставляет неудобство? Ну естественно. Ну вот посмотрите в снег что делается. Помимо дорожных условий, одним из главных факторов массовой аварии автомобилисты посчитали водительскую самоуверенность. Каждый следующий участник ДТП решил, что с его машиной точно не случится ничего плохого. Ни одна же машина не посыпала. Но не посыпают, когда уже тут асфальт будет. Они приедут и посыпают. Вот и всё. Как можете оценить водительскую предусмотрительность, когда там стоят столько битых машин и люди пытаются... А для того, чтобы разобрать скопившуюся свалку битых авто, участникам ДТП пришлось просить помощи у владельцев более мощных машин. Ну, невиновны в этой ситуации только водитель Тахоя. Все остальные как будут оформляться? Ну, получается, каждый перед друг другом виноват. Что можно сказать о страховых выплатах? Есть ли у водителей шанс получить страховку нормального на установление машины? Ну, в случае страховой, поэтому выплата будет. Оценить масштабы повреждений и прикинуть сумму ущерба владельцы пострадавших авто смогли только после составления схемы аварии. Сейчас автомобилистов ожидает процедура получения страховых выплат по ОСАГО.